Детская заболеваемость коронавирусом В конце января вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что уровень госпитализации детей с ковидом вырос на 36% за два дня. Какая ситуация сложилась с детской заболеваемостью и вакцинацией в Астраханской области, поговорим сегодня. Это программа «Точка зрения». Наши эксперты в студии. Людмила Носкова, руководитель управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Астраханской области. Оксана Демина, врач-инфекционист высшей категории, педиатр областной инфекционной больницы имени Нечоги. И Виктор Макаров, руководитель Центра анестезиологии и реанимации областной детской клинической больницы имени Селищевой. Добрый день. Здравствуйте. Здравствуйте. В последнее время мы наблюдаем резкий рост заболеваемости коронавирусом. В стране бушует так называемый штамм коронавируса – омикрон. Предыдущие штаммы, в отличие от омикрона, не затрагивали детей в таком количестве, в таких объемах, как сейчас. Все же на данный момент какой возраст вызывает наибольшие опасения? В первую волну пандемии заболевание чаще всего вызывалось уханьским штаммом. Заболевание у детей протекало чаще всего в легкой или бессимптомной форме. Это было связано с особенностями строения вируса. Вирус проникал в организм через дыхательные клетки с помощью определенного рецептора. У детей данный вид рецептора появлялся в более поздние сроки, в более старшем возрасте. Поэтому чаще всего у детей данный вид вируса вызывал поражение верхних дыхательных путей по типу ОРВИ. Далее вирус мутировал, стал более агрессивен, стал более заразен и стал вызывать более тяжелые формы заболевания. Это я говорю о штамме дельта. Увеличилось количество тяжелых форм заболевания, осложненных форм заболевания. Увеличилось количество госпитализированных детей в отделении реанимации. И также увеличилось количество летальных исходов. Но все же при штамме дельта таких случаев среди детей было меньше, намного меньше, чем сейчас. В особую группу риска попадали дети с такими заболеваниями, как сахарный диабет, дети с ожирением, дети с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, заболеваниями бронхолегочного аппарата, дети с иммунодефицитными состояниями, с онкологическими заболеваниями, с пороками развития. И особую группу риска составляли дети с ДЦП. Далее вирус продолжал мутировать. Сейчас преобладает штамм омикрон. Он утратил тот рецептор, с помощью которого он проникал в дыхательные пути. И заболевание вновь стало протекать по типу ОРВИ. Поражает абсолютно все возрастные группы. Но чаще всего тяжелые формы именно у детей до года и старше 12 лет. Виктор Александрович. Я могу к этому добавить только одно, что и в первую волну пандемии, и во вторую особо тяжело протекает эта инфекция именно у детей с тяжелой сопутствующей патологией. Конечно, количество детей в реанимациях нельзя сравнить с количеством взрослых. Их гораздо меньше. Но, тем не менее, они есть. К сожалению, бывали и печальные итоги их лечения. Но при этом обязательно у таких детей было то, что вы сказали, это именно сопутствующие заболевания. Причем все должны понимать, что дети получают этот вирус не из воздуха, а от взрослых. От взрослых, которые не хотят прививаться. Я извиняюсь, вас перебью. Но мы еще раз подытожим. Это сопутствующие заболевания, хронические болезни. Особенно тяжело. Вот я лично, например, к сожалению, выхоронил девочку с диабетом, которая умерла с коронавирусом. Такие же тяжелые инфекции. Инфекция протекала у детей с сопутствием, с острым лейкозом, с, вот вы уже сказали, с ДЦП, которые изначально вызывают резкое замедление развития организма, в том числе иммунной системы. Поэтому особое внимание всегда нужно уделять детям с тяжелой сопутствующей патологией. К сожалению, она никуда не делась. И на фоне коронавируса она значительно утяжеляет его течение. Людмила Николаевна, а какова сейчас статистика заболеваемости коронавирусом среди детей по региону? Мы, эпидемиологи, работаем всегда с относительными цифрами. Если говорить буквально вчерашний день, то из почти 700 случаев, которые был вчера зарегистрирован, 98 случаев – это среди детей. Это все возраста, начиная от нуля до подростков 15-17 лет. То есть 700 и 98, где-то процентов 14, наверное. Что хочется отметить, что на самом деле заболеваемость детей выросла. Она выросла среди всех возрастных групп, ну и детей в том числе. Если сравнивать с другими возрастными группами, то, например, недели праздничные некорректно сравнивать. Я сравню, допустим, последнюю неделю. Если на третьей неделе заболеваемость детей была примерно в три раза ниже, чем средняя по области, то за последнюю неделю, за четвертую неделю заболеваемость уже в два раза, в полтора раза ниже, чем средняя. То есть ее удельный вес подрос на самом деле больше, чем взрослых. Но сейчас динамика какова? Вы ожидаете, что она дальше пойдет в рост или, возможно, остановится и пойдет на спад? Пока мы не говорим о том, что пойдет на спад. У нас еще как минимум 2-3 недели мы будем находиться в стадии роста. На данный момент в столице побит абсолютно рекорд по детской заболеваемости и последующей госпитализации детей. Как дело обстоит у нас в Астраханской области? Максима Александровна, расскажите. Ну, заболеваемость возросла. Количество госпитализаций тоже возросло. В основном дети подлежат госпитализации с осожненными и тяжелыми формами заболевания. И дети до года, а также дети с сопутствующей патологией. Ну, обращаются абсолютно разные возрастные группы. Мы стараемся госпитализировать по степени тяжести. В приоритете средней степени тяжести, тяжелой, да? Легкие формы могут лечиться на дому. Если ребенок заболевает легкой формой амбулаторно, то здесь достаточно симптоматической терапии. То есть даже противовирусных препаратов не требуется, если температура невысокая. А если именно у госпитализации? Много ли сейчас детей госпитализировано в больнице? Ну, госпитализация возросла, да. Давайте попробуем принять первый звонок. Добрый день. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Представьтесь и задавайте вопрос. Я не слышала. Прослушала. Добрый день. Вы слышите нас. Создавайте вопросы и представляйтесь. Так, мы когда болели коронавирусом, это как на начало степени, потому что мне некуда было идти, жаловаться. Вот сейчас я вижу, что идет программа. Очень приятно, что включила я сама. Мы когда переболели, мы вызывали на дом врачей, она к нам приходила, брала мазок. Все, подтверждился у нас коронавирус положительный. Так, и это, ну давай, лекарства, лекарства. Вот это вы тут купите. Мы пенсионеры, нам под 80 лет, вы тут купите. А как по телевизору говорят, очень красивые, которые болели коронавирусом, дают бесплатное лекарство. Нам не надо бесплатно, нам надо было, чтобы нам долечили. Потом еще раз пришли, взяли мазок, раз в три приходили, мазок брать. Одно и то же. Извините, пожалуйста, какой у вас вопрос? Болели вы лично? У вас вопрос по обеспечению бесплатными лекарствами? Она видит, что мы уже лежим в состоянии такое. Она все купила, принесла, нам все сделала. И все сидит врач, который посылается в поликлинике. Да, 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 и все. И слова даже не сказали. Спасибо, спасибо большое за звонок. Так, я напоминаю нашим телезрителям, что тема нашей сегодняшней программы заболеваемость коронавирусом у детей. Поэтому вопрос немножечко не по теме. Но в целом мы понимаем, что ситуация сейчас, конечно, сложная. Если говорить на предыдущий вопрос, который вы задавали, то вот у нас в областной детской больнице господи для больных детей с коронавирусом работает давно. И раньше он никогда не был полностью заполнен. Не было такого. А сейчас он полностью, все койки заняты. То есть у вас сейчас нет свободных койок для... Ну, мы, конечно, находим всегда, когда надо, мы еще что-то. Но я имею в виду, что если нам выделили, положено, 50 койок, раньше из них было заполнено 15, 20, а сейчас все 50 заполнены. То есть это заболевание стало, к сожалению... Многие пишут и говорят, что оно стало протекать легче. Поскольку вот даже наша глава ФМБ Попова говорила, что он в значительной степени потерял способность проникать именно в легкие... Да, то есть вот эта информация звучит. Но понимаете, как говорил гениальный Жванецкий, все это стало мельче, но шире. То есть он распространяется гораздо быстрее, он стал более контагиозным, то есть более заразным. Хотя само по себе заболевание протекает в массе своей легче. Но эта масса не значит, что нет отдельных людей, в том числе и детей, у которых оно протекает тяжело. А давайте попробуем проанализировать и понять, как изменилось течение болезни вот сейчас с этим штаммом. То есть в чем было отличие от более ранних штаммов? Понимаете, к сожалению, мы не можем сейчас на этом нашем уровне науки сказать, что мы до конца изучили коронавирус как таковой. Но уже было понятно, что то, что раньше преимущественно поражались легкие, сейчас это отходит несколько на второй план. Сейчас опять возрастает степень поражения верхних дыхательных путей. Это если человек в основном, ребенок в том числе, в основном здоров. Но если у него есть какая-то сопутствующая патология, то коронавирус в любом случае ухудшает иногда значительно течение этого заболевания. Поэтому резко обостряется течение и сахарного диабета, и различных опытов образования и так далее. Какая основная симптоматика у детей при данном штамме? Основная симптоматика – это температура, это кашель, это катаральные явления. То есть все это внешне очень схоже с обычной вирусной инфекцией. Есть ли отличия протекания болезни у детей и взрослых? Ну, существенных я, честно говоря, не видел. Просто в силу своего возраста, вы же понимаете, что у взрослых людей, у них больше сопутствующей патологии, она более выражена, и, соответственно, они могут тяжелее болеть. Слава богу, дети не все имеют такую тяжелую сопутствующую патологию, поэтому именно у них в основной массе это протекает относительно легко. Но в то же время, к сожалению, не всегда это бывает. Спасибо. Мы уходим на короткую паузу. Оставайтесь с нами. Мы снова в студии программы «Точка зрения». Сегодня обсуждаем детскую заболеваемость ковидом в регионе. У нас до паузы был звонок в студию. Давайте попробуем его принять. Добрый день. Отойдите, пожалуйста, от экрана. Представьтесь и задавайте свой вопрос. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Это, значит, медработник с 50-летним стажем в педиатрии. И, знаете, очень странная сейчас позиция, что такое отношение к детям, к нашему будущему. Ладно, к нашим старикам, но будущее наше, при советской власти, при любой власти всегда как-то... У нас очень ограничено время, поэтому, пожалуйста, задайте конкретный вопрос. Я задаю вопрос. Почему не делают карантин во всех школах, в детсадах? Чтобы обезопасить детское население. Почему? Бабушкин, понятно, здесь экономика и все прочее. Но дело в том, что дети болеют. Это очень страшно. Спасибо большое. Вопрос понятен. Так, вопрос. Я хочу сказать, что мы принимаем решение сейчас по каждому учреждению конкретно. У нас уже сейчас закрыто полностью более 100 школ. Даже где-то сейчас 115, наверное, школ закрыто. И частично школы закрыты по классам. Мы принимаем решения исключительно по каждой школе. То есть у нас нет необходимости закрывать сейчас все школы сразу. Ситуация по всем школам довольно-таки разная. И превышение эпидемического порога по суммарной заболеваемости, гриппам, ОРВИ, в том числе ковидом, у нас незначительное. У нас нет пока что оснований принимать решение о закрытии всех школ сразу. И это была точка зрения одного, будем так говорить, зрителя. У нас есть и совершенно другие точки зрения. Потому что когда мы закрываем школы, к нам звонят родители, и они не хотят, чтобы их дети переходили на дистант. То есть они хотят, чтобы дети получали полноценное образование. Поэтому мы находим золотую середину. То есть если есть заболеваемость, мы эти школы закрываем. Если нет заболеваемости, дети продолжают учебный процесс. Людмила Николаевна, с учетом сложившейся ситуации, вводятся ли какие-то дополнительные санитарные правила, или может быть усиление уже действующих? Санитарные правила были приняты в 2020 году, утверждены постановлением главного государственного санитарного врача. В них вносили соответствующие изменения в 2021 году. Они сейчас действуют. Действуют они до 2024 года. Там все позиции достаточно хорошо расписаны. Они в свободном доступе, поэтому можно как раз таки с ними ознакомиться. И наша практика показывает, что в школах они достаточно хорошо соблюдаются. И работа, собственно говоря, в этом направлении достаточно хорошая. Спасибо. Давайте вернемся, наверное, к симптоматике заболевания. На что в первую очередь стоит обратить внимание родителям? Мы уточнили, что да, это дети с хроническими заболеваниями, сопутствующими. Помимо этого есть и другая категория детей. Вот на что в первую очередь должен обратить внимание родитель? Ну, заболевание ковидом у ребенка трудно отличить от обычного банального ОРЗ. Симптоматика абсолютно аналогичная. То есть чаще всего детей беспокоит непродуктивный кашель, болевой синдром в горле, заложенность носа. Может отмечаться катковременное повышение температуры. Температура чаще всего бывает субфибрильная. 37,5-38. Для части детей, в основном это дети до года, характерно желудочно-кишечное расстройство. Это рвота, это жидкий стул. Могут отмечаться у более старших детей боли в животе. Если развивается такое осложнение, как пневмония, то возможно появление одышки и болей за грудиной. На эти симптомы следует обращать внимание. Сколько времени должно пройти, чтобы родители обратились именно за медицинской помощью? Показания для госпитализации – это температура свыше 3 дней, выше 38 градусов. Если температура небольшая и поддается снижению жаропонижающими средствами, ребенок чувствует себя хорошо. Если не выражены симптомы интоксикации, то такой ребеночек может лечиться на дому амбулаторно. Если родители не справляются с температурой, температура плохо снижается, возможно развитие судорог на фоне температуры, нарастание явлений токсикоза, при кишечном синдроме возможно обезвоживание. Таких детишек обязательно надо госпитализировать. Виктор Александрович, в вашей больнице, где вы работаете, в 2021 году был открыт детский ковидный госпиталь. Он сейчас также продолжает свою работу, принимает. Вы проговорили, что мест практически нет на данный момент. Совершенно верно. Не то, что нет. Они есть. И мы никому, никогда не отказываем госпитализации, если к этому есть показания. У нас есть ковидный госпиталь. Он расположен в двух местах. На основной нашей базе, на улице Медиков 6. Думаю, все астраханцы знают, где это. А также частично для детей младшего возраста до 2 месяцев есть также ковидные койки и на Николае Струсово, там, где больница для новорожденных. Я призываю, вот вы спрашивали, когда нужно. Как только вы видите какие-то такие вещи, которые описал мой коллега, что клиника независимо... Обязательно нужно обращаться к врачу. Не надо сразу заниматься самолечением. Надо обращаться к врачу. А вот если уже, как вы сказали, такие симптомы усугубляются, тогда нужно же говорить и о стационарном лечении. Но амбулаторное лечение нужно начинать как можно раньше. Сейчас мы очень часто слышим, что новый вид коронавируса, штамма Omicron, он намного слабее, чем все предыдущие. И при этом многие эксперты считают, что данная волна может стать определенным выходом из пандемии. Вот каково ваше мнение, так ли это? Или, может быть, есть уже сейчас мнение о разных подвидах омикрона? Или нас ждет новая волна? Понимаете, в чем дело? Вирус, как любой биологический объект, занят одним, чтобы он как можно лучше и дольше жил. Поэтому он, естественно, в природе делает такие свои изменения, чтобы его хозяин не умирал. Никакой вирус не заинтересован в том, чтобы его хозяин умер. Тогда и он тоже умрет. Поэтому вот это и происходит, эта вот мутация такая, что он начинает действовать мягче. Но это не значит, вот они бы так сказали, что он гораздо слабее. Он не слабее, он просто по-другому действует. Мы до сих пор этого еще, видимо, не понимаем. Но уже я вот читаю научную литературу. Уже давно, в общем, понятно, чтобы вот простым зрителям объяснить, что каждый случай коронавирусной инфекции у человека отгрызает у него часть жизни. Он запускает механизмы старения и у младенцев, и у детей, и у взрослых. Поэтому, если человеку генетически написано, что он проживет 85 лет, 90, то, перенеся коронавирус, он проживет лет на 10 меньше. Понимаете? Почему мы видим, что вот такая высокая смертность у старшего возраста, у старших 80 лет? Возможно, уже все. Вот был ее биологический порог близок, а вот он случился. А в 20 лет ты заболел, ты не понимаешь. Тебе ведь все равно, умрешь ты в 70 или в 90. Можно ли выделить какие-то профилактические меры? Профилактические меры только одна. Нужно вакцинироваться. Понимаете, вот меня вообще очень удивляет сама вот эта ситуация с вакцинацией. Когда говорят, ой, вот целое ведь сообщество есть, которое протестует против этого. Совершенно непонятно, на каком основании. Осложнение, осложнение. Осложнение есть при любых медицинских процедурах. Но почему-то никто не протестует, например, против липосакций. Хотя после нее бывает все. Давайте, раз вы проговорили про вакцинацию, у нас стартовала в регионе и детская вакцинация. Оксана Александровна, расскажите. В конце ноября 2021 года в России была успешно зарегистрирована первая вакцина для детей. Называется она «Спутник М». Это двухкомпонентная вакцина. Она создана на основе вакцины «Спутник Ви». Это ее младший брат. Буква «М» означает «для малышей». Кто уже у нас получил свою дозу вакцины в регионе? В регионе в нашем вакцина была введена студентом медицинского колледжа. Вот у меня возникает такой вопрос. Мы до этого проговорили, что в группе риска больше состоят дети младшего возраста. Вакцинируются более старшие дети, то есть это больше подростки. То есть получается, что именно младший возраст все равно остается в той же группе риска? Ну, начнем с того, что дети от 12 до 17 лет сейчас подлежат вакцинации. Почему именно этот возраст? Потому что эта группа наиболее социально активная, скажем так, да? У них большее количество контактов. Вот поэтому они в большей массе распространяют инфекцию. Проводилось исследование с лета прошлого года на этой группе больных, на этой категории, возрастной категории больных. Исследования прошли успешно. И с января 2022 года запущена вакцинация в нашей стране от ковида у детей. Вакцинация в целом проходит успешно. То есть никаких побочных эффектов сильно выраженных от вакцинации нет. Единственное наиболее частое осложнение – это лихорадка. Довольно-таки быстро купирующаяся от нескольких часов до нескольких дней. Среди детей встречаются бессимптомные заболевания, это так, как у взрослых? Да, основная масса детей раньше была именно бессимптомная. Но сейчас в основном лёгкие формы. Пока что никакой вакцины не утверждено для детей младше 12 лет. Поэтому мы не говорим о вакцинации. Мы не говорим о вакцинации младенцев, дошкольников и так далее. Пока просто ещё этого нет. Проводится исследование у детей, уже запущенное исследование у детей в возрасте от 6 до 11 лет. Этой же вакцины. Эта вакцина создана в Центре научном имени Гамалеи. То есть, по сути, получается, надо беречь себя родителям, взрослым, чтобы... Младенцы, они контактируют с кем? Только со своими родными взрослыми. Поэтому надо вакцинироваться взрослым прежде всего. И не будет тогда никакого разноса инфекций. Для детей, уже переболевших коронавирусом, есть ли какая-то реабилитация на данный момент? Безусловно. Безусловно. У нас в больнице есть алюминиционное отделение. Оно работает и принимает детей. Поэтому туда есть... Виктор Александрович, к сожалению, время нашей программы подошло к концу. Я благодарю вас, дорогих экспертов, что вы приняли участие в сегодняшней программе. Хочется пожелать здоровья вам и нашим зрителям. Это была программа «Точка зрения». Не болейте и оставайтесь с нами. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова